Девушки отдыхают Поэтому мне не хочется, чтобы наши реплики переросли в какие-то грани Нет, это не реплика Я родом из Черновицкой области Я лично знаю людей, которых вы привозили из Черновицкой области И которые работали в избирательные компании Которые получали в конвертах доллары Чокались шампанским силам Подождите, подождите И уезжали домой Подождите, где вам насчет вотума недоверия? Вы опять переводите тему, Наталья? Здесь новость, эта партия так... Я не перевожу Мой вопрос у нас переводится Илон Шор Шампанское И суть того, что происходит В этом парламенте Сводится к тому, что партия Шор Это креатура Плохотнюка Которая была запущена для того, чтобы Игорь Дадон Не получил монополию во власть Это ваше мнение Вы не можете монополизировать и манипулировать Это аргументированное мнение Я бы вам ответила по-другому Вы не перебивайте Потому что своим голосованием в парламенте Вы демонстрируете, что вы тот же попушар Дергаете те же ниточки И вы исполняете точно так же, как и вы Мы своим голосованием в парламенте Будет вот умнедоверие Будет 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 Очень хорошо Вот когда этот вот умнедоверие Будет представлен как документ И будет представлено новое правительство Потому что я думаю, что господин Слуцарь И господин Нантой согласятся Что просто так снимать правительство Без понимания того, кто будет кандидатурой нового правительства Достаточно опрометчивый шаг Если вы со мной не согласны, прокомментируйте В Конституции не написано, что мы отправляем Мы все говорим про досрочные выборы Имеем Мы предложили А зачем вас интересует новая кандидатура Если отставка правительства Это путь досрочного выбора Наталья сейчас спросила Меня в качестве представителя платформы Что мы будем делать Я отвечаю ей Если вас не интересует мой ответ Меня давно многие вещи не интересуют Мне все понятно Но у меня другой вопрос Просто чисто так Из чистого любопытства Вы сказали, что вы за досрочные выборы Вы сказали, давайте определим дату Ну, куда вы нас пригласили не надо 114-й кабинет парламент Спасибо Мы не пришли Мы не придем Но вы сказали, что вы за досрочные выборы Я пытаюсь крупицу прагматики взять Из того, что вы сказали Срочные выборы открываются Отставкой правительства Какая вам разница, кто будет следующим премьер-министром? Вы за досрочные выборы Идет отставка правительства дальше судьба до срочных выборов в руках вновь избранного президента. Что мы ходим по кругу здесь? Господин Болин, давайте вы сначала ответьте. Вы знаете, почему нужны эти консультации? Все фракции, партии, блоки, что там еще есть в этом парламенте, практически все из 101 депутата, наверное, 101 депутата, еще 30-40-50 советников депутатов говорят о том, что нужны досрочные парламентские группы. Я общался с господин Литвиненко на прошлой неделе, мы вышли с одной передачи, он говорит, а что вот эти неформальные обсуждения, что здесь непонятного? А очень много, уважаемые друзья, непонятного. Во-первых, мы должны разобраться в юридическом аспекте. И я сейчас чуть-чуть, я быстро объясню. Есть два момента, прописанные в Конституции, которые могут генерировать досрочные парламентские выборы. Первый момент, это если в течение трех месяцев парламент не принимает ни одного закона. Второй момент, когда идет вот эта процедура избрания нового состава правительства в течение 45 дней, если дважды парламент не утвердил новое правительство кандидатуру премьера представленным президентом. После консультации с парламентскими фракциями? После консультации с парламентскими фракциями. И вот здесь вот эти два момента генерируют три сценария. Скажите что-то новое, это мы знаем. Дальше что? Серьезно? Я умею читать Конституцию. Дальше что? О чем вы умеете? Да, ну вы один юрист, да. Смазка Игоря Додонова. Давайте дальше. Я не колхозник. Я читаю... Ну ладно, давайте неважно. У каждого свой бэкграунд. Не оскорбляйте колхозников. И от вас в том числе зависит, что будет с нами дальше. Конкретно, господин Боля, понятно, как распространять... Я с вами соглашусь. Мы за колхозом. Что как? А вот я вас спрошу, а как? И что вы предлагаете дальше? Как? Ну вот они предлагают из-за возможности 붙ом недоверия Cavettа голосовать за嘉у. Наталья, ну зачем 붙ом недоверия? И тут вопрос. Они говорят, что они согласны на досрочные выборы. Вот 64 партия, все согласны на досрочные выборы. Всем понятно, что для того, чтобы к досрочной выборе, должна быть отставка правительства. Это первый шаг. Вы проиграли то, что говорили, что можно подождать 3 месяца. Подождите. Все равно начинается все с отставкой правительства. Вы проиграли. Ушел, ушел премьер-министр. Дальше судьба досрочных выборов. Выдвигайте в руках недоверия. Вы же сказали, что вы за досрочные выборы. Правильно, выдвигайте в воду недоверия. Почему, если все четыре партии за досрочные выборы, а отставка правительства? А вы что, предлагаете взять... Хорошо, Кику не хочет, вы же его предлагаете, как этого, Чушеску расстрелять или что? Я не предлагаю, это правительство вашего вождя, с маской которого вы сегодня сидите. Он за 15 минут щелкнет пальцем и Кику не будет, как премьер-министр. Это вы так считаете? Это самый кратчайший путь. Дальше решает все вновь избранный президент. У него в руках. Или она выдвигает кандидата, или она не выдвигает кандидата. Это уже дискутируется между президентом и парламентскими фракциями по конституции. Точка. А может парламентские фракции договорятся о том, каким образом мы пойдем на эти досрочные выборы? Субтитры создавал DimaTorzok